Друзья, с вами я, Любопытный Геймер, и это давно запланированный мной подкаст, до которого у меня все как-то руки не доходили. Ну вот теперь дошли, поэтому вот он я, вы видите меня на своих экранах. Основная причина этого подкаста в моем желании поделиться с вами относительно приятной новостью. Я наконец-то добрался до нашей, ну скажем так, полумертвой группы ВКонтакте и основательно ее перетряхнул, выбил пыль, переформатировал, сделал новое оформление для начала и сменил направление контента. То есть если раньше она планировалась и работала какое-то время как группа новостная, то теперь это что-то вроде блогерской отдушины моей. Там публикуются, во-первых, видео все, поэтому если вам удобнее следить за обновлениями канала через ВК, то милости прошу, вы можете делать это там. То есть где-нибудь здесь появится ссылка, ну естественно она будет в описании этого видео. Ну и естественно она в особенностях канала, то есть все ссылки, которые есть на нашем канале, если вы вообще разбираетесь, ну как бы в географии Ютьюба, все это на самом деле никуда не девалось, оно как было прикреплено к нашему каналу, так до сих пор и прикреплено. Просто я вам про эту группу напоминаю, говорю, что там сейчас довольно активная движуха. Вот, помимо того, что там публикуется видео, сейчас там запущен конкурс. То есть я в... как это сказать по-русски, в общем, у нас партнерские отношения, или как это называется по-человечески. В общем, совместными усилиями с Шоу Райтс и разработчиками игры Aurora RL мы запустили конкурс на 10 ключей для этой игры в Steam. Это такой правильный хардкорный рогалик про космос и про пиксель-арт. То есть это такой восьмивитный Elite Dangerous, только там больше всего, чем в Elite Dangerous. Но там на 10 порядков меньше графона, но это уже кому как нравится. В общем, смысл в том, что если вы хотите принять участие в конкурсе, там народу очень мало, поэтому шансы выиграть очень велики, тем более, что ключей целых 10 разыгрывается. И подведение итогов уже 30-го, так что я бы на вашем месте поторопился. В общем, конкурс. Про конкурс сказал. Помимо видео, помимо конкурсов, помимо сотрудничества с Шоу Райтс, которые занимаются тем, на что у меня часто не хватает времени, но примерно то, чем я занимался. То есть они берут интервью у отечественных инди-разработчиков и, естественно, выкладывают их у себя. Так что подумайте, может быть, вы захотите подписаться на их группу. Помимо всего этого, в этой группе, про которую я сейчас рассказываю, там появляются мои статьи аналитические. Ну как аналитические? Это субъективный взгляд блогера. На самом деле я за, не помню сколько, 8 лет работы в гаражуре, я устал стремиться к объективному мнению. То есть я могу в объективное мнение, и я до сих пор в объективное мнение по работе, но в своем хобби, которое, собственно, представлено в виде моего канала и в виде вот этой группы ВКонтакте, я как-то больше хочу личное мнение высказывать, чем какой-то профессиональный взгляд. Поэтому оно может быть субъективным, оно должно быть субъективным, и я к этому стремился. Смысл в том, что я высказываю свое мнение относительно игровых и околоигровых новостей. На самом деле там довольно интересный материал. Не хвастаюсь, просто привлекаю ваше внимание. Смысл в том, что неплохо было бы сделать из этого видео версию для того, чтобы это воспринималось более удобно и для того, чтобы оно появилось на основном источнике информации, то есть здесь, на нашем канале. Но у меня зачастую просто не хватает на это времени. То есть если у меня выдается свободная минутка записать, то я вот делаю, например, сейчас это новая рубрика «Что-то как», которая понравилась вроде как всем вам, мне очень приятно. И поэтому если у меня выдается свободное время, я обычно записываю игровые видео. Но поскольку времени мало, а мысли, они как бы в башке роятся, и хочется их как-то предложить на всеобщее обозрение, я пишу текст. И пока он не появился в видеоформате, а еще фиг знает, когда это случится и случится ли вообще, все эти тексты выкладываются в группу ВК. То есть помимо информативной составляющей, то есть помимо того, что там выходит видео, и вы можете у себя там увидеть на каком-нибудь мобильнике, что вот новое видео вышло, помимо напоминательной функции, помимо функции розыгрыша каких-то призов, там есть уникальный контент. И если вам интересно мое мнение относительно всяких разных вещей, вроде, что я думаю по поводу тематической аугментации, то есть выполнения протезов в форме механических конечностей, всяких персонажей из игр, что я думаю относительно Pokemon Go, и кого я в связи с этой игрой, ее выходом, недовыходом в России считаю мудаками, а также, что я думаю о Химкинском Бэтмене, например. Если вы все это хотите узнать, если вы хотите это почитать, то вот, пожалуйста, группа. Вот. Про группу сказал. Сказал дофига, может быть, даже больше, чем собирался. Теперь относительно ситуации на канале. Ну, наверное, только ленивый не писал про то, как YouTube тряхнуло относительно недавно. Относительно недавно. Я, вот это, блин, это срочно в номер от Слоупока. В прошлом месяце, по-моему, YouTube посрезал у многих каналов подписчиков, то есть всякие монстры вроде PewDiePie потеряли по несколько миллионов. Я не монстр вроде PewDiePie, я потерял всего 600. Но на самом деле ни один видеоблогер толком не знает, что это были за люди. То есть с равной вероятностью YouTube мог задуманно убить все каналы, которые были удалены, мертвые, и удалить, соответственно, их из... из списка подписчиков. Вот. И в этом смысле мне, в принципе, никакой разницы, что у нас стало на 600 меньше. Но с другой стороны, YouTube такой YouTube, это же мог быть просто глюк или баг. И в результате этого... Эта система могла отписать от меня людей, которые реально меня смотрели. Вот это было бы для меня страшно, потому что это... Ну, это всегда неприятно. Вот. А относительно подписчиков... В общем, зрел-зрел у меня в башке мысль. Я ее думал-думал. И пришел вот к какому выводу. То есть то, что у нас почти 19 тысяч, это меня очень радует. С другой стороны, мысли совсем не радужные, потому что я вижу просмотры, и честно не понимаю. Ребята, что вы делаете у меня на канале? Все эти 19 тысяч. Ну, я понимаю, что часть из этих 19 тысяч это люди, которые... Опять-таки, эти мертвые каналы. Ну, в смысле, не мертвые каналы, а мертвые аккаунты. Ну, YouTube такой YouTube, если вы хотите аккаунт, то вы делаете себе канал. Он странен в этом отношении, но не об этом речь. То есть все эти мертвые аккаунты пусть, но ведь не 90 же процентов подписчиков мертвые. Нет, конечно. То есть я не понимаю. 19к. Что делают эти 19к, когда видят, что на канале, на который они подписаны, выходит новое видео? Почему они его не смотрят? Неважно. Смысл в том, что... Я даже не могу толком сосчитать, то есть аналитикс не позволяет мне определить, сколько конкретно подписчиков проявляет активность в плане постоянных просмотров видео. Я понимаю, что очень многие подписались из-за Most Wanted'а. Я не против Most Wanted'а. Замечательная игра. Ич очень старался, когда ее делал. До сих пор некоторые люди не понимают, что нас двое на канале. Но с этим я сделать ничего не могу. Я много раз это говорил. И я понимаю, что у нас немного похожи голоса. Но, по-моему, не настолько похожи, чтобы принимать меня за него. Но, опять-таки, речь не об этом. Речь о том, что я немножечко изменил свою политику в плане выбора контента. Это не значит, что я не прислушиваюсь к мнению людей, которые советуют мне поиграть в какие-то игры. Да, Hot Dog, по-моему, предложил Dark Sector. И он у меня все еще на карандаше. Но сейчас у меня на него, к сожалению, нет времени. Поэтому у нас что-то сессионное такое выходит, временное, небольшое, вроде что-то как. Я планирую делать много что-то кака. Что-то кака, да. Его будет достаточно много, потому что он понравился подписчикам. Я планирую точно вернуться к Darkest Dungeon, потому что у нас все еще идет флешмоб, в рамках которого вы можете оставить заявку, и я переименую одного из игровых персонажей в вашу честь. Я планирую вернуться в Skyrim, который легендарный, чтобы не говорили хейтеры, он проходится на легендарном. Не легендарный была первая серия, потому что... Потому что меню внутри игры, после начала игры, можно включить, чтобы сменить этот уровень в сложности внутри игры. Только после обучения, и после обучения я его менял, и по ходу прохождения там раз 20-30 миллионов раз показывал, что я все-таки играю на легендарном. Так вот, легендарное там все, кроме первой серии. Успокойтесь уже, она не легендарная. Но все, что после первой серии, кроме тех серий, которые называются не легендарный, какой-то там на мастере, что ли, я пытался соскочить с легендарного, рыжик мне настучал по башке, и я вернулся на него. В общем, хочу вернуться в этот Skyrim на легендарном. Хочу Darkest Dungeon, хочу что-то как, то есть обозревать много игр, благо поток инди-игр располагает к тому, чтобы их обозревать. И жду очень Dishonored 2 и Deus Ex Mankind Divided. Может быть, на меня что-то нахлынет, и я стихийно что-то возьму в работу, но пока не планирую. Очень много шансов у Dark Sector, но когда руки дойдут. Это что касается планов, что касается выбора контента, о котором я начал говорить, но не закончил говорить. Суть в том, что мне не нравится ситуация, на самом деле, когда меня смотрят из-за того, какие игры я снимаю. Я понимаю, что у людей разные вкусы, но моя цель как видеоблогера немножечко не в этом. Моя цель как видеоблогера в том, чтобы мои видео смотрели из-за того, кто их комментирует, то есть из-за меня. Понимаете, мне нет никакого резона тягаться с людьми, у которых полно свободного времени, которые могут там сидеть всю ночь стримить, которые могут там неделю каждый день играть и выкладывать там по 3-4 видео в день одной и той же игры. Я их при всем желании не обгоню никогда. То есть если я начинаю там какой-нибудь Dark Souls 3 проходить вместе со всеми со старта просто вот как она выходит, я сразу начинаю снимать видео, все идет своим чередом, и потом я просто отстаю. И вот у нас все уже прошли Dark Souls, я его еще добиваю. Конечно же Dark Souls, я да пройду, забыл про него сказать. Там осталось совсем чуть-чуть. То есть я отстаю, и люди, которые смотрят на моем канале Dark Souls только потому, что это Dark Souls, а не потому, что его прохожу я, им гораздо проще пойти и посмотреть этот Dark Souls у того, кто его проходит быстрее, согласитесь. Поэтому я не вижу особого смысла в том, чтобы снимать непременно актуальные игры. И тем более снимать все актуальные игры, которые мне не нравятся. Я подумал, подумал и понял, что я этого делать никогда не буду. То есть я буду играть только в то, что мне интересно. Если вы что-то предлагаете, я ни в коем случае не говорю, не предлагайте мне ничего, я сам буду выбирать, предлагайте. Предлагайте, я буду рассматривать каждое предложение, я буду отвечать на каждый комментарий, адекватный комментарий. Я их очень ценю и всегда на них отвечаю. Вот. Но конечное решение все равно за мной. То есть оно априори за мной, просто руководствоваться я буду именно своими предпочтениями, а не актуальностью игры. То есть если сейчас все играют в Dead by Daylight, это не значит, что я в него буду играть, потому что это актуально. Если я пойму, что мне хочется в него играть, я буду и в него играть, даже в том случае, если мне скажут, любопытный, да какого хрена ты играешь в ДБД, это же уже, это уже все прошлый век, все закончили в него играть. Я буду в него играть ради тех людей, а они точно знаю есть, и меня очень грели комментарии, которые под тем же Dark Souls 3 появлялись, в которых говорилось, что люди смотрят это прохождение именно потому, что его прохожу я. Вот это то самое, к чему я стремлюсь. Вот этим людям самая большая благодарность. И знайте, что вы в числе подписчиков этого канала находитесь именно там, вот на своем месте, именно там, где я хотел вас видеть. Это самые важные для меня люди, которые смотрят мои видео ради моих комментариев, моего мнения, моего голоса. Я не знаю, ради чего конкретно люди выбирают автора. Ну, если мы сравниваем адекватных авторов, то есть я считаю, что два адекватных автора, они ничем не хуже и не лучше друг друга, просто они понравятся разной категории людей. Вот и все. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. Вот такие мои размышления относительно выбора контента. То есть я буду делать больше авторского мнения, я буду больше ориентироваться на свои предпочтения и меньше гнаться за актуальностью, потому что мне лично гнаться за ней нет смысла, потому что в любой момент найдется, для любой игры найдется ютюбер, который уже ее снял и снимает ее гораздо быстрее, чем я это делаю. поэтому мне в догонялки играть не имеет никакого смысла. Я лучше буду двигаться со своей с комфортной мне скоростью и делать неторопливое, хорошее, качественное видео для тех, кто хочет смотреть видео лично от меня. Вот. Теперь, что касается ну, в принципе, я уже об этом сказал, я хотел поговорить отдельно относительно рубрики что да как, я уже понял, что она людям понравилась и поэтому 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 ходит. А, кстати, насчет группы еще, помимо того, что я перечислил, там будет появляться музыка, ну, в общем, в заявлении, которое я писал в этой группе, просто может кто-то не читал, я говорил, что поскольку я меломан, я не откажусь от возможности выкладывать музыку из игр. Причем я посмотрел так по сообществу, мало сообществ выкладывает именно такие большие качественные подборки саундтреков к играм. Вот. Особенно к таким каким-нибудь инди-игрушкам, у которых очень хорошие саундтреки. А я это делать хочу и поэтому это делать буду. Вот. Собственно, на этом я, наверное, и закончу. еще раз спасибо всем, кто смотрит меня, потому что я это я. Обычное человеческое спасибо всем тем, кто просто меня смотрит по любым причинам, вы прибавляете мне просмотров и это тоже хорошо. Ну и все. Я с вами прощаюсь. Это был, как обычно, любопытный геймер. До связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!